МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Варяг. В эфире программа «Оперативная сводка». В студии я, Ирина Войчиц. Сегодня в выпуске вы увидите... Семь лет тюрьмой получил пинчанин, который нанес женщине 11 ударов ножом. В Пинском районе в деревне Ласецк был найден пистолет-пулемет Шпагина. Пинчанин, который систематически сбивал свою престарелую бабушку, осужден на три года. В Пинском районе в деревне Ласецк был найден пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года. Нашли его двое сельчан, но о своей находке в надлежащие органы не сообщили. Более того, впоследствии оружие перепродали и модернизировали. Данный факт не удалось скрыть от сотрудников правоохранительных органов. В ноябре 2016 года двое жителей Пинского района 1971 и 1994 года рождения разбирали заброшенный дом в деревне Ласецк Пинского района. В ходе работ они нашли раритетное оружие времен Великой Отечественной войны – пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года. Данный ППШ, изначально один из этих лиц, хранил у себя дома по месту жительства, после чего через некоторое время в ходе совместного распития спиртных напитков продал своему знакомому, который также его хранил, при этом существенно его модернизировал. Вот, ППШ отгонил приклад, который был изначально деревянный, значит, он его доработал, вот, и оружие пригодное для стрельбы, то есть, несмотря на то, что прошло столько лет. Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Так вышло и в этом случае, тем более, что нынешний владелец неоднократно демонстрировал данный образец оружия своим знакомым и иным лицам, чаще во время совместного распития спиртных напитков. Чего-то такого, что стало бы большим резонансом с этим оружием, они не делали, то есть, оно просто хранилось по месту жительства и в каких-либо целях, там, противоправных, во всяком случае, из той информации, которая у нас есть, ну, они не собирались его задействовать в каких-либо таких мероприятиях, значит, незаконно. Ну, как всегда, там, где знают двое, знают все, поэтому со временем-то стало известно, в принципе. К большому кругу лиц. Содействие в установлении местонахождения оружия оказали сотрудники Пинского погранотряда, так как лица, незаконно хранившие оружие, предпринимали попытки скрыть его местонахождение. К поискам пришлось привлекать даже водолазов. Но, как бы ни пытались забудать правоохранителей ныне обвиняемые, оружие все же было найдено и изъято по месту жительства второго владельца ППШ. Статья 295, часть 2, значит, максимальное наказание, санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией, либо без конфискации имущества. Как отметили в Следственном комитете, правовая безграмотность подозреваемых по данному уголовному делу не освобождает их от ответственности, несмотря на то, что находка является раритетом. Даже с учетом срока давности оружие не перестает быть оружием. Окончательное решение в данном уголовном деле поставит суд. Порой люди, совершая противоправные поступки, даже не догадываются, что это может обернуться им уголовной ответственностью. Так случилось и с жительницей Пинска, которая по собственной глупости и беспечности была осуждена за хищение чужого имущества. Подробнее в нашем следующем сюжете. Практически каждый из нас может попасть в схожую ситуацию, в которой оказалась жительница города Пинска, вследствие чего ей был назначен штраф в 345 рублей. И здесь важно знать, как правильно себя вести, чтобы не стать заложником обстоятельств. В декабре прошлого года Пинчанка, 81-го года рождения, отработав первую смену на одном из предприятий нашего города, возвращалась к себе домой. При этом она зашла в магазин приобрести хлебобулочные изделия. Практически отстояв очередь в кассу, женщина собралась рассчитаться за приобретенный товар. В это время перед ней рассчитывался молодой человек, который в последующем и стал потерпевшим в данном уголовном деле. При расчете за свои покупки, для удобства совершения расчетов, он достал свой мобильный телефон, из кармана, в котором находился кошелек, положил его на кассу, ну и в последующем произвел оплату за приобретенный товар. И ушел, оставив свой мобильный телефон на кассовом узле. Обвиняемая же, рассчитываясь за товар, обратила внимание на оставленный мобильный и положила его к себе в сумочку, после чего отправилась домой. Как пояснила женщина в последующем, она решила, что это ее телефон, и лишь дома она поняла, что устройство принадлежит не ей. Но никаких мер по возврату телефона законному владельцу не предприняла, хотя и могла это сделать, что было установлено уже в ходе следствия. Патер Пеший вспомнил то обстоятельство, что оставил свой мобильный телефон. Он обоснованно рассчитывал на то, что он сможет его забрать, так как, во-первых, прошло непродолжительный период времени, а во-вторых, было понятно, что он оставил его там, попросту говоря, он его там забыл. Однако, когда он вернулся в данный магазин, он обнаружил с удивлением, что уже мобильного телефона нет. Стал осуществлять телефонные соединения, однако мобильный телефон уже был вне зоны доступа. Он обратился в милицию. Найти женщину не составило труда. Уже в вечер того же дня к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Когда прибыли сотрудники милиции, в вечернее время мобильный телефон находился у нее в сумочке, соответственно, она его добровольно выдала. Однако, позиция обвиняемой по настоящему уголовному делу сводилась к тому, что данный мобильный телефон она взяла случайно, рассчитывала на то, что этот телефон ее. Однако, исходя из материалов, установленных в ходе следствия по данному уголовному делу, суд признал Пинчанку виновной, так как было доказано, что она понимала, что данный телефон ей не принадлежит. Исходя из личности обвиняемой, с учетом того, что ранее никогда к ответственности она не привлекалась, работает, имеет малолетних детей на иштивении, как по месту жительства, так и по месту работы характеризуется положительно, судом было принято решение освободить ее от уголовной ответственности. Но вместе с тем, исходя из позиции обвиняемой, из ее психологического отношения к содеянному, в той части, что она вину не признала, не раскаялась в содеянном, было принято судом решение, привлечь ее к административной ответственности в виде штрафа в доход государства. 45-летний житель Пинска в очередной раз оказался на скамье подсудимых, что, скажем так, дело для него не новое. В этот раз его судят по статье 415, а это уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Суд был показательным. Сюда пригласили граждан, которые находятся в шаге от того, чтобы приступить довольно тонкую черту, отделяющую их от колонии. Ранее Пинчанин был осужден в 2016 году за кражу из автомобиля. Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Но, находясь, скажем так, под домашним арестом, подсудимый неоднократно уклонялся от отбывания наказания, не имея на то никаких уважительных причин. Все доводы, якобы оправдывающие его поведение в ходе судебного заседания, были опровергнуты. При постановке на учет обвиняемым были разъяснены права его обязанности, был разъяснен порядок отбывания данного вида наказания, установлены определенные ограничения, которые устанавливаются в соответствии с уголовно-испытным кодексом. При этом обвиняемого выдавалось направление для трудоустройства в органы управления по труду и занятости. В установленный срок обвиняемый орган не прибыл, там не зарегистрировался. То отсутствие паспорта, то плохое самочувствие. В суде пенчанин озвучивал доводы, которых ранее не предъявлял. Для регистрации он также периодически не являлся, опять же ссылаясь на ничем не подтвержденные причины. Провергают его доводы и ряд свидетелей по настоящему уголовному делу. При этом также были допущены обвиняемые нарушения порядка условий отбывания наказания, связанные с тем, что в определенные периоды времени, когда он обязан был находиться либо в своем жилище, либо непосредственно на придомовой территории, он, соответственно, отсутствовал. Так, согласно решению суда, ближайшие полтора года мужчина проведет в тюрьме в условиях строгого режима. Данное решение стало показательным для многих присутствующих в зале, так как каждый из них при уклонении от отбывания наказания рискует отправиться по аналогичному пути. На данный момент у меня состоит на учете 128 лиц, которые осуждены к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. За прошлый год было возбуждено 25 уголовных дел по факту уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. За два месяца 2017 года возбуждено 6 уголовных дел по статье 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И это только у одного инспектора, который выступал свидетелем у осужденного, тогда как в городе таких лиц в разы больше. На учете в Уголовной исполнительной инспекции по составению на сегодня состоит 1247 лиц различных категорий. Сегодня мы рассматривали дело гражданина, осужденного по статье 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Данных лиц у нас по данной категории состоит 128 лиц. Сегодня в зале вы видели, что приглашено было много лиц нашей категории подучетных, более 30. Это все лица, которые имеют нарушение порядка и условий отбывания наказания. То есть лица данной категории, каждый четвертый имеет нарушение. У подучетных зачастую складывается ошибочное мнение, что если их не отправляют в колонию, то к исполнению приговора можно отнестись несколько халатно. И это в корне неверно, так как именно добропорядочный подход к отбыванию позволит избежать более строгой ответственности. Использовать же эту возможность или нет, здесь решает каждый сам. Судом Пинского района и города Пинска оглашен очередной приговор. В этот раз в отношении пинчанина, который систематически избивал свою престарелую бабушку. Так, ближайшие три года герой нашего следующего сюжета проведет в местах лишения свободы. Житель Пинска, 1979 года рождения, который проживал со своей престарелой бабушкой в ее квартире и, руководствуясь в принципе морали, должен был осуществлять уход за пожилой женщиной, пошел по иному пути. Вместо этого он периодически избивал ее, а в середине октября минувшего года и вовсе нанес ей тяжкие телесные повреждения. На протяжении около 10 дней примерно данный период длились данные противоправные действия. Данный гражданин, находясь у себя по месту жительства, соответственно, и по месту жительства потерпевшей, его бабушке родной, он систематически избивал данную женщину. Каких-либо личных неприязненных отношений у него не было. Причина была банальная. Это тот факт, что он в первую очередь находился в состоянии алкогольного опьянения. В данный период, практически весь период совершения противоправных действий, начиная с 11 октября 2016 года и заканчивая 20 октября 2016 года. Всякий раз поводы для возникновения конфликтной ситуации были разные. Это и алкоголь в крови, и шумные посиделки с товарищами. Неоднократно мужчина устраивал скандал, возмущаясь присутствием кошек в доме, которых очень любила женщина, а он на дух переносить не мог. И все эти конфликты заканчивались одинаково, рукоприкластом в отношении своей родной бабушки. Ввиду того, что помимо истязания, которое было им совершено, которое квалифицировано в соответствии с частью 2 статьи 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь, соответственно, в один из дней совершения данных противоправных действий, он в частности стал выкручивать руки, и в процессе этого причинил телесное повреждение одной из кисти рук потерпевшей. И, соответственно, ее повреждения телесные были оценены как менее тяжкими. Ввиду наличия данного обстоятельства в его действиях установлено и, соответственно, состав преступления статьи 149, часть 2 статьи 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений способом, носящим характер истязания. Но и это не самое страшное. У женщины были все основания опасаться за свою жизнь, так как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внук едва не задушил ее. Он с помощью подушки, в том числе высказывая угрозы в адрес потерпевшей, что предварительно сопровождалось причинением телесных повреждений, о которых я также говорил, высказывал, неоднократно высказывал в адрес ее угрозы убийством, а то, что он ее в том числе убьет, в том числе и прикладывал данную подушку к голове, к лицевой части головы потерпевшей. Суд признал мужчину виновным в совершении перечисленных преступлений. С учетом того, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей и лишение свободы в условиях общего режима сроком на три года. К семи годам тюрьмы приговорен еще один житель города Пинска, который нанес 11 ножевых ранений женщине. Пострадавшая выжила лишь благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудника скорой помощи. Действия преступника были квалифицированы как покушение на убийство. Подробнее в нашем видеосюжете. Инцидент произошел в прошлом году. Суд по нему состоялся. Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в условиях строгого режима. Но гособвинитель полагает, что суд был лоялен к преступнику и намерен запросить более суровое наказание, так как действия подсудимого носили особо жестокий характер и могли стать причиной смерти человека. А началось все довольно банально. С пьяных посиделок двоих мужчин и женщины в квартире у свидетеля по данному уголовному делу. У обвиняемого возникло сомнение в том, что кто-то, ничем не подтвержденный, кто-то из компании, соответственно, свидетель и потерпевшая по данному уголовному делу, анализируемую, они украли у него, похитили, соответственно, 5000 рублей Национальная банка Российской Федерации, Центральная банка, прошу прощения, Российской Федерации. И вот он стал их взывать, высказывать своих адрес нецензурной бранью за то, что они похитили, совершили хищение. Оскорблениями обвиняемый не ограничился. И далее события стали развиваться весьма стремительно. Обвиняемый нанес несколько ударов по различным частям тела свидетелю, чего тот упал. На его защиту, соответственно, стала потерпевшая. Отчего также сразу, в связи с чем, сразу же получила удар в область головы, соответственно, со стороны обвиняемого. Женщина потеряла сознание. Преступник же, вооружившись ножом, начал наносить интересные повреждения в различные части тела. Она в дальнейшем периодически теряла и сознание, приходила в сознание, в процессе этого видела. Обвиняемый непосредственно в руках, у которого был нож, после чего он наносил различного рода удары. Но она, соответственно, не помнит, куда, в какой именно момент, в какую именно область. В ходе судебного заседания точно вспомнила акцентированный удар в область живота, где было наиболее тяжелое ранение у нее впоследствии, как было установлено в ходе судебного медицинской экспертизы, ножевое ранение с образованием, соответственно, обильного внутреннего кровотечения, которое, в свою очередь, привело к геморрагическому шоку, соответственно. Кроме того, он нанес повреждения ей в области рта, соответственно, в области лица, также ножом, то есть совершал различного рода движения по губам, от чего у последней имелись различного рода телесные поведения. В общей сложности было нанесено не менее 11 ударов ножом, три из которых являлись проникающими. После этого преступник позвонил в скорую помощь и сообщил, что убита женщина. При этом он скрыл тот факт, что преступление совершил именно он. Благодаря квалифицированным, достаточно своевременным действиям сотрудников скорой медицинской помощи в настоящее время, которые работают уже врачами, соответственно, реанимационного отделения, инско-центральной больницы, соответственно, они привели к тому, что была спасена данная женщина. И фактически именно исключительно из-за того, что данным противоправным последствиям противостоял сотрудник, можно сказать, медицинского учреждения, учреждения здравоохранения, фактически это не повлекло наиболее худших последствий, соответственно, гибели потерпевших. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Оперативная сводка». Берегите себя!